Музыка Как обычно в это время мы говорим о главном за неделю. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. Прекращение боев в Идлибе и коридор безопасности. Таковы итоги почти шести часовых переговоров Путина и Эрдогана по сирийскому вопросу. Также достигнута договоренность о совместном патрулировании одной из трасс Сирии с 15 марта. Обострились отношения России с Турцией в конце февраля, когда в результате столкновения боевиков и сил сирийской армии в провинции Идлиб погибли турецкие военные. Ну а для Татарстана Турция один из давних партнеров. Объем инвестиций из этой страны в нашу республику за последние годы составил 2 миллиарда долларов. Также у нас работают несколько турецких заводов. Ну а тот факт, что Путин и Эрдоган вновь остановили войну в Сирии, говорит о желании и России, и Турции сохранять связи между странами, которые создавались годами. Сирийский вопрос в российско-турецких отношениях мы обсуждали в нашей студии в этот понедельник. — Фактически и Россия, и Турция ведут реально военные действия. Пока не в лоб друг с другом. Скажем, российская авиация бомбит позиции вот этих боевиков, запрещенных, как там Россия. А турецкая авиация бомбит позиции правительственной армии, вот этих ополченцев. Потом разговоры, вот на что нужно обратить внимание, да? Видимо, не хватило и турецким, и российским представителям, и российским и турецким властям вот этого определения точности, о чем идет речь. — Россия, когда были заключены эти договоры, всегда говорила, что Турция согласна с тем, что Сирия должна восстановить свою территориальную целостность. — Да, — говорили турки, — мы за территориальную целостность. Ну, один нюанс. Для России территориальная целостность Турции — это правительство Башара Асада, легитимное с точки зрения России. Для Турции Башара Асад не является легитимным правителем, и для них территориальная целостность Турции, то есть Сирии, прошу прощения, это мирный процесс, это всеобщие выборы с участием беженцев, не только тех, кто проживает на территории. И вот это правительство, которое будет выбрано, только оно является легитимным, и только с ним можно разговаривать, будут там турецкие войска находиться или нет. — Вариант для России неприемлемый. Потому что на любых выборах Башар Асад проиграет. Это не значит, что на выборах победят там вот эти боевики, народ от них устал, от тех и от других, кто победит, там вообще непонятно. Но этот вариант для России тоже неприемлемый. Когда и Путин, и Эрдоган говорят, что они против терроризма, что они борются с терроризмом, они оба не всегда имеют одно и то же. Вот полностью солидарны, когда, видимо, речь идет о том же исламском государстве, запрещенном у нас. Вот и для турок, и для России это террористы однозначно. Дальше для Турции террористы, а может даже более страшно, это вот я говорил, у турок запрещенной у нас нет рабочей партии Курдистана и все ее филиалы в Сирии. Для России это вот Хаят Тахри Рашам, я не знаю, сама она запрещена у нас или нет, но Аля Каида точно запрещена. Вот, поэтому вот пока не будут эти вопросы улажены, вот эта ситуация будет продолжаться. И это отразится и на ситуацию в Татарстане, и в других регионах, где между Россией и Турцией есть очень тесные экономические отношения. Поэтому ситуация, она подвешена сейчас. Единственное, чтобы я все-таки, вселяет оптимизм, это то, что нет вот той антитурецкой истерии, которая началась в 15-м году, накануне сбития самолета. Не когда сам уже самолет был сбит, потому что эта ситуация уже накалялась. И желание и российской, и турецкой страны урегулировать этот вопрос все-таки за столом переговоров. Проблемы, связанные с избыточной нагрузкой при маркировке товаров, обсудили в Казани в ходе расширенного заседания Совета по предпринимательству с участием президента Рустама Механова. Речь, в частности, о маркировке пакетов с молоком. Нанесение дополнительной информации на упаковку вызовет ощутимое удорожание, в первую очередь, так называемых социальных видов молока в полиэтиленовых пакетах. И если крупные молочные производители еще смогут позволить себе закупку штрих-кодов и редизайн упаковки, то небольшие фермерские предприятия вынуждены будут отказаться от выпуска молочной продукции после введения обязательной маркировки с 1 декабря этого года. Между тем, предприниматели утверждают, что обязательная маркировка мера избыточная, поскольку все необходимые данные о продукте уже содержатся в системе Меркурий и требованиях техрегламента Таможенного союза. Например, если подойти к нашим производствам, наверное, такое молоко, здесь сидящие, может быть, давно забыли, даже и не держали в руках уже давно. Это самый социальный вид упаковки, бюджетный вид упаковки, один из социальных продуктов. Это молоко в данный момент реализуется нами по 30 рублей. Если внести маркировку, то это будет 37 рублей. Почему? Потому что на эту упаковку невозможно внести, маркировать его невозможно. Лазарь его прожигает, сюда ничто не клеится, потому что холодным молоком, когда мы заливаем, оно потеет, а чернила будет размазываться. Маркировка – это очень дорого. Это большие капитальные вложения, это еще более огромные ежегодные операционные издержки, и это достаточно серьезный рост себестоимости производимой продукции. Кроме того, нам придется почти полностью перестроить все логистические процессы и, скорее всего, сокращать частично ассортимент, потому что тот продукт, который мы сейчас, например, производим небольшими партиями, он станет совершенно золотым с точки зрения логистики. Второе, что тоже немного здесь уже звучало, нереально в установленные сроки перейти на эту систему. По нашим оценкам, надо не менее двух лет для того, чтобы установить это оборудование и отладить все процессы. Но при этом надо понимать, что это никак не избавит нас от тех затрат, о которых шла выше речь. Ну и самое главное, действительно, а для чего это все нужно? Затратив огромные деньги, здесь звучало 45 миллиардов, по некоторым оценкам в 61 миллиард оценивается внедрение маркировки в первый год, ни отрасль, ни рынок, ни потребитель не получат ничего полезного. У нас действительно на сегодняшний день уже действует одна система прослеживания, Меркурий, которая кое-что знает о содержимом продукта. Соответственно, она может нам помочь в борьбе с фальсификатом, который действительно является серьезной проблемой для молочной отрасли. В то время как маркировка – это инструмент для борьбы с контрафактом, то есть подделкой торговой марки, доля которой на рынке Российской Федерации оценивается в 0,01%. Давайте распишем, что дает сегодня Меркурий, и если какие-то нужны дополнительные информационные моменты. Раз Меркурий есть, он уже со стадии производителя идет, переработчик полка, то тогда как можно решить эту задачу через Меркурий? У других же нет Меркурия. Меркурий – это такая система уже сложная, которую мы не так просто внедряли, но внедрение. Именно, да, для молочной отрасли есть Меркурий. Хорошо, я готов обратиться, но для этого подготовьте мне соответствующее не только обращение, а соответствующее предложение, как бы мы могли усилить надзорную работу через систему Меркурий. Наше правительство, экономический блок, обосновывает внедрение этих систем заботой о нескольких секторах экономики. Во-первых, о потребителе. Они думают, что таким образом уменьшится количество контрафакта, уменьшится серый рынок. Также забота о собираемости налогов. Но эксперты законодательного собрания говорят обратное. Они говорят о том, что сегодня вот именно в этой отрасли, которая и так подвержена очень большому количеству различных проверок ветеринарного контроля, именно здесь это введение будет излишним. И мы, конечно, соглашаемся с их мнением. Я бы даже сказала больше. Вот посмотрите мировую практику. Во всем мире, конечно, такого рода маркировки подлежат либо товары, опасные для здоровья, химическое производство, ядохимикаты, пиротехника, либо те, которые связаны с сбором специальных акцизов – алкоголь, табак. Ну, в крайнем случае, может быть, это товары группы лакшери, там, допустим, я не знаю, золото, бриллианты. Каким образом сегодня наше правительство планирует к 2024 году подвергнуть тотальной маркировке все товары постоянного спроса, вот это вот, конечно, мы считаем абсолютно излишним фактором. Кроме того, уже сегодня, и я уверена, что мои коллеги согласятся с этим, уже сегодня огромное количество надзорных проверок уже есть. У нас есть система обязательной сертификации всей продукции – и пищевой, и детские товары, и одежда. Все, что каким-то образом соприкасается с потребителем, уже проходит постоянную проверку. Таким образом, вот это дублирование, оно, конечно, ударит по кошельку. И отвечая прямо на ваш вопрос, вот в молочной продукции, я так понимаю, до 2,5% удорожания, а на мелкую фасовку до 4%, но это еще не все. По другим товарам, одежда, обувь, до 10% может быть удорожание. Некоторые эксперты говорят о 18-20%, импортные товары 15% и далее без ограничения может быть рост. То есть, конечно, будет страдать потребитель. Нельзя такую вообще отрасль, как молочную, еще более регулировать в любом виде. Нельзя накладывать дополнительные затраты на производителя, потому что будет страдать качество, как раз-таки обратный эффект мы получим. Потому что у людей потребительская способность, она не растет. Мы на текущий момент не можем уже поднять цены, мы их держим на уровне двухлетней давности. Соответственно, будет страдать качество. Мы всеми, правдами и неправдами, должны стоять на том, что маркировка в молочной продукции не должна быть вообще. Малый и средний бизнес, наше предложение, было вывести систему маркировки, либо оно должно быть постфактум. Оно маркируется, фиксируется, но не должны быть ни штрафы, ни какие-то санкции относительно субъектов малого и среднего бизнеса. То есть оно должно быть как информационной системой, но не как карательный какой-то орган, который позволяет это делать. Президент России Владимир Путин назначил нового начальника Татарстанского управления Федеральной службы исполнения наказания. Им стал полковник внутренней службы Эдуард Хиалиев. Ранее он занимал должность первого заместителя и временно исполнял обязанности руководителя службы. В разные годы Эдуард Хиалиев в должности заместителя начальника УФСИН курировал вопросы кадровой работы, деятельности в сфере организации, координации, оперативного розыска, организации надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, а также обеспечения требований уголовно-исполнительного законодательства и судебных решений. Имеют республиканские и ведомственные награды. Премьер-министр Михаил Мишустин на неделю подписал распоряжение о присуждении премии правительства России в области культуры. Писатель Гузель Яхина награждена за роман «Зулиха открывает глаза». Государственный советник Татарстана Ментимир Шамиев удостоен премии за проект музеификации Болгарского историко-археологического комплекса и острова города Свияжск. За него также награждены ректор Кафульшат Гафуров и ответственный секретарь комиссии по делам ЮНЕСКО Григорий Ардоженикидзе. Лауреатам будут вручены специально изготовленные знаки, дипломы и денежные вознаграждения. Организаторы Международного экономического форума «Россия-Исламский мир Казань-саммит» на неделе объявили о его переносе на более поздний срок. Связано это с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации, а всему виной вспышка новой коронавирусной инфекции. Безопасность и здоровье участников для нас превыше всего, говорится в сообщении в Инстаграме. Саммит планировалось провести в столице Татарстана в июне. В прошлом году его посетили более трех тысяч участников из 72 стран мира. КАМАЗ не будет переходить на четырехдневку из-за экономических последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель департамента по информационной политике предприятия. Ранее допускалась возможность перехода на неполную рабочую неделю. На заводе рассмотрели ситуацию с поставками комплектующих на апреле и пришли к выводу, что производство обеспечено в полном объеме и план будет выполнен вовремя. Материнский капитал за первенца. Во всех 59 многофункциональных центрах Татарстана начался прием заявлений на получение данной меры социальной поддержки. Документы будут обрабатываться в течение 15 дней. О том, какие бумаги необходимо собрать и кто может прийти с ними в МФЦ в нашем материале из набережных челнов. В МФЦ на Кугали уже поданы два пакета документов. В офис Тукаевского района – один. Паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака и снил с мамой. При этом с бумагами в центр может прийти только мать ребенка. Закон принят с 1 марта и распространяется на первенцев, появившихся на свет 1 января сего года. То же самое касается и усыновленных детей. «Претендует на выплату материнского капитала в размере 466 617 рублей. Соответственно, если в этой семье появляется последующий, второй ребенок, то она имеет право еще на выплату 150 тысяч рублей». В середине апреля появится и беззаявительный способ оформления выплаты. Отделения Пенсионного фонда будут уведомлять родителей, положен ли семье маткапитал или нет. Правом на его получение, по данным Минсосразвития, уже в этом году воспользуется более 1 миллиона россиян. Марсия Бегбаев, Лилия Денисова, Петр Греков. Новости Татарстана. Я считаю, что это очень здорово, что такая поддержка есть. Она ощутима и в большом городе, когда ты живешь. Но у нас, например, дачный дом находится в небольшом поселке, причем не в Татарстане, в соседнем регионе. И глядя на то, как люди там живут, я понимаю, что для них те суммы, которые озвучены в качестве мер поддержки, причем они же едины на всю страну, вне зависимости от того, где ты живешь, в поселке или в большом городе ты получишь эту сумму. Для них это практически возможность построить или приобрести жилье и быть обеспечены условиями для проживания семьи благодаря государству. На мой взгляд, это очень весомо. Я, например, помню, что когда я рожала своего первого ребенка, материнский капитал только-только тогда появился, на первого ребенка, конечно, ничего не давали. Мне было 22 года, я только-только закончила университет. И тогда квартирный вопрос казался чем-то вроде полета в космос. То есть можно было теоретически мечтать об этом, но фактически это были практически неподъемные суммы. Мы жили с родителями, и никакая другая ситуация вообще, по-другому это разрешиться не могло. Сейчас уже, мне кажется, ситуация экономическая все-таки меняется, несмотря на то, что по-прежнему квартиры дорогие, но если не замахиваться на какие-то элитные и рассматривать жилье и в маленьких городах, и где-то на окраинах города, то действительно молодая семья с помощью этой поддержки сможет решить один из исторически глобальных вопросов семейных. Это жилье, конечно. 112 тысяч рублей заплатил житель Татарстана, чтобы выехать за пределы страны. Именно столько составил долг мужчины за транспортный налог. Для принудительного исполнения в Лениногорский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина за должности по налогам. Как оплатить долг, если он передан в службу судебных приставов, и с какой суммой не выпускают за границу? Об этом мы говорили в нашей студии в этот четверг. Рекомендовать здесь, наверное, стоит о том, чтобы не затягивать. С момента уведомления уже исполнительного производства необходимо явиться в службу судебных приставов. Если нет возможности явиться, очень активно у нас информационный доступ. Это в части подачи заявлений, также соответствующий мониторингу от банка данных. И запроса можно подписаться также в личном кабинете на сайте службы судебных приставов на все обновления, которые будут проходить в рамках исполнительного производства. То есть, например, физическое лицо имеет задолженность, он может зарегистрироваться, подписаться. И то есть он, соответственно, видит, когда, какое постановление, каким должностным лицом службы судебных приставов вынесены в отношении него. То есть, к примеру, если он собирается куда-то в ближайшее время за границу, то есть фактически не живет по месту регистрации, к примеру, пристав выносит данное ограничение, уведомляет его по последнему известному месту жительства. А он находится в другом городе. Да, то есть условно, да. У него через мобильный доступ он видит прекрасно, что уже вынесено такое постановление. И как бы даже пробовать выезжать, так условно скажем, на отдых, не погасив задолженность по налогам, не стоит. В первую очередь, это сумма в отношении физических лиц по налогам, она более 30 тысяч в случае, если есть, то должник не вправе выехать за границу. Если его общий долг по всем делам производства не составляет больше 30 тысяч рублей. Но есть такая законодательная отсылка в рамках статьи 67 Федерального закона 229. В случае, если у него исполнительное производство должника, я имею в виду, находится на исполнении более двух месяцев и пяти дней для добровольного исполнения. Ограничение на выезд можно вынести и уже от 10 тысяч рублей. ТАСС на неделе со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что в Казани выявили школьника, который хотел устроить массовое убийство в лицее. Подросток позвонил в службу 112 и заявил, что готов перестрелять всех. Ученик успел даже снять ролик с инсценировкой последствий нападения на школу. Сейчас мальчика перевели на домашнее обучение. А в Саратове задержаны двое подростков, состоявшие в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Их обвинили в подготовке нападения на школу. Сами подростки с обвинением не согласны. И в данном случае эксперты говорят о трудностях в общении со сверстниками, которые и могли послужить причиной психологических проблем арестованных школьников. Откуда берется агрессия у подростков, об этом мы говорили в нашей студии в эту среду. Самое первое, чтобы ребенок шел с желанием в школу. Если нарушено желание, значит, что-то с ним произошло. Всегда находить контакт в конфликтной ситуации, разговаривать с педагогом. Педагог всегда найдет ответ и что-то решить вместе. Если ребенок пришел грязный, рваные тетрадки, портфель там у него порванный, посмотрите, что с ним происходит. Почему так? Почему ребенок с утра не может встать в школу и мне плохо? Он придумывает болезни, начинают дети. У меня болит голова, у меня температура. На это тоже надо обратить внимание. Бывают физические недомогания, а бывает просто психологически не хочет прийти в школу. И, конечно, тут все-таки буллинг школьный, это все-таки легче решить в школе вопрос, чем сами родители будут его решать и выяснять на своем уровне. Быть внимательным к детям, те, которые нас окружают. И учителям помимо уроков есть еще дети, их душа, которая бывает очень ранимая. Жительница села Малая Буинка Буинского района Гузеля Забарова точно знает, что подарит своим друзьям и родным на 8 марта. В ее теплице несколько тысяч тюльпанов разных сортов и расцветок. Сажает луковицы в декабре и уже к началу марта получает благоухающее цветочное поле. В планах цветовода завершить строительство новой теплицы, чтобы красоты в саду стало еще больше. Ольга Морская продолжит. Бокалы очень высокие, 6-7 сантиметров высотой. Разведением тюльпанов Гузель Забарова начала заниматься в прошлом году. Сначала провезла небольшую партию луковиц. На такой результат даже не надеялась. Я начала собирать информацию, искать посетевщиков. Но мы понимали, что для выгонки тюльпанов нужно предпринять ряд комплексов, мероприятий, чтобы заставить вести растение в несвойственное для него время года. И понимали, что это риск, получится ли это у меня. Получилось все действительно не сразу. Половину посаженных луковиц пришлось выкинуть. Потом путем проб и ошибок начала подбирать новые сорта. Те, которые лучше приспособятся к местным условиям. Температура, влажность, проветривание должно быть обязательное. Освещение. Если хотя бы при изменении одного из параметров, может быть, пагубно повлиять на развитие цветка. Тюльпаны Гузель Забарова выращивают в речном песке. В следующем году планируют перейти на древесные опилки. Сажать начинает в середине декабря и уже к 8 марта получает цветущий благоухающий сад. Чтобы срезанные тюльпаны дольше радовали хозяйку, цветовод рекомендует два раза в день менять воду в вазе. Периодически добавлять в воду снег и лед. Ольга Морская, Наталья Смирнова, Айрат Насрулов. Новости Татарстана. Мне кажется, наконец-то женщины свободны от стереотипов. Вспоминая то, как была устроена жизнь женщины в Советском Союзе, все заветы своих обеих бабушек, я понимаю, что сейчас, наконец, можно хотеть чего угодно реализовываться в любую сторону. Другой вопрос, что такое количество выборов можно реализоваться и в профессии, и в семье, и в творчестве, и ни в чем не реализоваться, и быть счастливым человеком. И такой путь тоже сейчас люди выбирают, и это нормально в наше время. Он, конечно, количество выборов несколько наводит в суету. То есть нужно еще определиться, в какой сторону именно развиваться и прислушаться к своим настоящим желаниям. Но то, что сейчас уже можно действовать от себя, как от человека, это, конечно, очень здорово. Можно выбираться в любую сторону. Это было «Главное» за неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова